Добрый вечер дорогие телезрители, четверг 19.15 и несмотря на то, что сегодня предпраздничный день в эфире республиканского телевидения программа народный контроль, которую веду я, Дмитрий Аргунов. Я не понаслышке знаю, что сейчас за каждую новостройку, за жильцов буквально, за их души идет такая нещадная борьба, война, можно сказать, временами переходящая в горячие такие столкновения. Не секрет, что рынок коммунальных услуг, он как магнит притягивает, возможно, тех, которые, скажем так, не слишком чистоплотно и готовы ставить на кон интересы конечных потребителей, интересы населения во имя собственных, скажем так, финансовых, возможно, интересов. Как выбрать правильную управляющую компанию и не ошибиться? Об этом мы поговорим сегодня в выпуске программы народный контроль. Начинаем. Дорогие коллеги, давайте вот, ну, установка, которая была озвучена, все во имя интересов конечного пользования, все во имя интересов населения, да. Как же тем людям, не секрет, что многие, допустим, тех, которые получают новостройки квартиры, они переезжают из сельской местности, не секрет, что для многих это, возможно, первый опыт, скажем так, получения жилья в многоквартирных домах. И опыта, скажем так, каких-либо знаний определенных у них просто нет. Вот как этим людям, как вообще населению, даже если оно подковано, правильно выбрать управляющую компанию? Какие критерии? Кто насчет? Ну, наверное, начну я. Во-первых, в 2015 году было введено лицензирование управляющих компаний. Для чего оно было введено? До этой даты, возможно, был хаос, да, мы не могли разобрать, где управляющая организация, где обслуживающая организация, да, и не были определены критерии. И с появлением норм, которые ввели лицензирование, у нас действительно каждая управляющая компания, которая управляет домом, получает, должна получить прежде всего лицензию. На сегодняшний день у нас 242 лицензии в республике выдано. Из них 85 управляющих компаний на сегодняшний день не имеют домов в управлении. Просто фигурирует? Да. Вот. И получается так, если по городу Якутску взять, то там у нас 104 лицензированных управляющих компаний, и, соответственно, к ним, в отношении них проводится только лицензионный контроль. Это определенный порядок, и штрафные санкции в отношении, если они нарушат, да, то очень высокие. От 250 до 300 тысяч рублей. Ответственность высокая у управляющих компаний. Хорошо. А еще раз. Критерии все-таки, ну вот, ладно, запросил, запросило общее собрание у той управляющей компании, которая явилась претендентом на название того, чтобы стать именно нашей управляющей. Вот запросил лицензию, лицензии вроде бы есть. Но есть же другие, скажем так, подводные камни, которые, возможно, уже в недалеком будущем, возможно, ну, негативно сыграют на тех же платежах. Вот. Какие могут быть подводные камни вот в таких моментах? Лицензировано вроде бы, все нормально, но, но, но. Что-то есть. Да. Ну, во-первых, всем здравствуйте. Значит, мне бы что хотелось отметить. Ну, в первую очередь, как коллега правильно сказала, это, конечно, наличие лицензии. Но критерий, в первую очередь, мне кажется, не в первую, а вообще самое важное это должен быть, это насколько финансово устойчива эта компания управляющая. Очень неплохо было бы, допустим, сделать запросы в ресурсоснабжающие организации. Можно еще сделать проще, зайти на сайты ресурсоснабжающих организаций. Я не знаю, как у коллег, но, думаю, точно так же. Мы, например, как водоканал, мы выставляем список недобросовестных управляющих компаний. Если жильцы выберут такую управляющую компанию, в конечном итоге можно будет с достоверностью сказать, что либо этот жилой фонд в конечном итоге будет брошен, либо будут негативные последствия для самих жильцов. Из-за того, что эта ресурсоснабжающая организация, скажем так, очень плохо выполняет свои обязательства перед РСУ и так далее. Вот этот критерий, мне кажется, он очень важный на самом деле. Прям финнаудит проводить, да? То есть, семи пядей во лбу надо быть жильцам домов или их инициативная группа должна быть настолько подкована в тонкостях, скажем так, коммунальных наук, да? Что прямо от зубов должно отскалькивать и все прочее. Вот все-таки, ладно, сайты и так далее. Вот сегодня буквально спасибо за промо, кстати, Жилнадзору и ТПП, что нашу программу скромную так широко разрекламировал. Видимо, вопрос все-таки назревший, наболевший и очень актуальный. Еще, вот смотрите, что еще может, скажем так, грозить тем жильцам, которые, ну, выберут, скажем, не ту управляющую компанию? Ну, давайте я поясню с точки зрения экономики. Точка безубыточности, это такое понятие в экономике, означает, это такой объемный показатель, когда управляющая компания, в частности, да, о чем мы сейчас ведем речь, получает прибыль. И для управляющих компаний это, как правило, квадратные метры жилья, которые они обслуживают. Ну, в наших условиях севера это где-то 100-150 тысяч квадратных метров. То есть сейчас настолько серьезные требования к управляющим компаниям, они должны размещать свою информацию в ГИС ЖКХ, это такая платформа есть. Это должен быть в штате обязательно программист. Должны иметь диспетчерскую службу круглосуточную, должны иметь в наличии транспорт, технику, чтобы, вы же знаете, какие у нас суровые. Поэтому, конечно, на сайте управления ГИС ЖКХ есть перечень домов, которые находятся под управлением каждой управляющей компанией. В принципе, она в открытом доступе, эта информация, поэтому надо посмотреть. Если управляющая компания имеет до 10 домов, понятно, что ей ничего не остается, чтобы получить прибыль, перестать платить ресурсоснабжающим организациям. Кушать-то как-то надо. Да, кушать как-то надо. Когда это количество домов примерно 15-20, ну, учитывая сейчас большие новостройки, около 15 домов. Больших, крупных, ну, КПДшки, это около 5000 квадратных метров, поэтому их должно быть больше. Ну, и очень важно, это, конечно, в первую очередь количество домов управления. Чем крупнее, тем устойчивее финансово, в том числе. Второе, это наличие круглосуточно-диспетчерское. Это квалифицированные кадры. Ну, вот основные такие три критерия, потому что какой основной источник доходов у управляющих компаний? Это только платежи за жилищные услуги. Больше других поступлений нет. Как правило, жилищные услуги не субсидируются, поэтому все, что заработано, это вот тот доход. То есть ситуация примерно такая, стоит новостройка такая, замечательная, там, 12, допустим, этажей. Есть общее собрание жильцов, которое, согласитесь, что явление такое часто виртуальное, да? Виртуальное такое общее собрание жильцов. И тут появляется, вернее, дом стоит на обслуживании, допустим, управляющей компании А, которая там по 50 объектам разбросана, и вступает, скажем так, на поле зрения, появляется другая управляющая компания, у которой там 15 домов, да? И которая говорит, а мы снизим ваши платежи по квартплате. Насколько разница вот эта, разница вот эта ощутима для конечного пользователя? Вот чем они жертвуют, во имя скольки рублев они готовы, ну, стать на тропу риска? Ну, в принципе, у нас по городу сложилась такая ситуация, что все пользуются муниципальными тарифами. Примерно все управляющие компании более или менее находятся в одной ценовой группе. Что делают вот недобросовестные? Конечно, снижая либо за счет качества, либо за счет того, что воруют у ресурсоснабжающей организации. Другого нет. Либо не выполняешь те требования, которые прописаны в стандартах управления, либо пользуешься чужими деньгами, переставая их перечислять. Тем более, что уставной капитал практически у всех управляющих компаний, это 10 тысяч рублей у таких недобросовестных, и имущества у них нет. Либо все в аренде, либо оно полностью отсутствует. Даете мне замечательный мысль? Люди приходят с ручкой и начинают зарабатывать деньги путем... У меня еще светлая голова. Разрешите добавить, да, действительно, на сегодняшний день законодательно вот эти лицензионные требования очень минимальные. Очень минимальные. Наличие регистрации на территории Российской Федерации, наличие квалификации руководителя, отсутствие судимости и все. На самом деле, сегодня вот такие требования. Поэтому, действительно, собственно, для того, чтобы выбрать управляющую компанию, он должен посмотреть, как работает эта управляющая компания. Зайти, действительно, на сайты ресурсоснабжающих организаций, не должник ли он, да? Есть ли у него вообще какой-то техника в наличии, штат и так далее? Ну, конечно, нужно обращаться, как Люба Фенокиньевна правильно сказала, к крупным. Отдавать предпочтение крупным управляющим компаниям. Опыт работы, конечно, сказывается, в первую очередь. Смотреть нужно на то, как работают управляющие компании, спрашивая то же самое у других домов, соседей, друзья, родственники. Никто этого не отменял. То есть сарафанное радио, которое работает в городе достаточно, так скажем, эффективно. И такие недобросовестные управляющие компании, товарищества, собственников жилья, которые на слуху регулярно, да, и те, кто добросовестно выполняет свои обязательства, в том числе и перед поставщиками. Ну, на мой взгляд, опыт работы это тоже достаточно. Ну, я просто не стал бы созывать вот этот Вечи, да, не станя свидетелем такого. То есть буквально, я не знаю, может, нанимаются или нет. То есть есть WhatsApp-группа, да, собственников жилья там, допустим, довольно с большим количеством. И там время от времени, а давайте сменим управляющих компаний. Вот механизм смены управляющих компаний, насколько он, скажем так, реальный, насколько он возможный. Я еще раз говорю, в свете того, что общее собрание, это, ну, я серьезно говорю, это вещь такая виртуальная. Люди же, да, идут за каким-то лидером. Вот сейчас очень модно слово такое троллинг. То есть управляющая компания выбирает человека, который за деньги, ну, это стоимость общеизвестная, 100-150 тысяч начинает, ищут собственника очень недовольного, начинает в тех же соцсетях предлагать. Вот в группах сейчас же очень модно заводить на каждый дом WhatsApp-группу и начинает предлагать товарищи. Вот нам предлагают низкие тарифы, нам предлагают такие преференции, энергосервисные контракты и так далее. Мы будем получать экономию по теплу до миллиона, хотя все прекрасно понимают, в наших условиях это практически невозможно на нашем жилом фонде, может быть, на новостройке, да, действительно. А такие дома, как КПДшки, они все, ну, максимум 300 тысяч при всех мероприятиях энергосбережения. И, естественно, люди ведутся. Сейчас сложное такое время, когда не у всех позволяют доходы широко шагать. Начинают на это ведутся, просто вот не слыша никаких разумных доводов. И эта технология уже отработана. То есть они сами пришли, сами согласились, сами заявили. Да, в массовом порядке начинают будоражить дома, а потом бегом сейчас же, возможно, очно-заочное совещание провели, там 10 человек собрали. Телефонный звонок на линии первый за сегодняшний эфир. Говорите в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Дмитрий. Алло. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вопрос, скорее, к госпожи Чусовской. Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вопрос, скорее, к госпожи Чусовской. Скажите, пожалуйста, у нас... Алло, алло, меня слышно? Да, 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 слышно. Слышно, слышно. Скажите, пожалуйста, насколько законно заниматься обслуживанием многоквартирных домов людям, которые имеют судимость? Вот у нас обслуживает компания сфера комфорта. Ее хозяин, ну, генеральный спектр, пастор миссии евангельских христиан спасения. Это нормально вообще, да? Это вот как бы нормальная практика? Так можно? Вы же только что сказали. Наличие судимости является основанием для аннулирования квалификационного аттестата, да? Но при этом, значит, если судимость погашена, то уже считается человек несудимый. А там нет градации статей, там, политическая, уголовная, экономическая и так далее. Ну, там экономические, тяжелая степень, ну, градации есть. Градации есть. Но в любом случае, если погашена судимость, человек действительно был судим, но погашена, то это считается человек несудимый. Я, конечно, не специалист такой. Ну, в любом случае, если у вас есть данный факт о том, что он действительно судимость не погашена, просим подать заявление в наш орган. Мы разберемся. А тот факт того, что вот человек-то говорит, что там еще какие-то религиозные такие дела, это не запрещено, по крайней мере. Но вы знаете, не запрещено, не запрещено. Да, я с вами согласен. И еще раз. Коллеги, я бы как бы хотел еще вернуться к признакам компании, которые у нас предают под критерий нехороших, скажем так, да? Как бы все игроки рынка ЖКХ, да, собственники и управляющие компании, они подчиняются жилищному кодексу. Тут как бы все расставлено на свои места. Есть минимальный перечень услуг приказов, утвержденных в 290-м, которые должны исполняться. Но, одно бы но, если мы вернемся к рейтингу, да, к рейтингу, который производит жилищный контроль, из года в год у нас первые топовые три строчки занимают что? Это начисление платежей за ЖГУ, это некачественная, плохая организация, неэффективное управление многоквартирными домами и неудовлетворительное состояние МКД. Чего хочет собственник? Собственник в этом плане хочет видеть, за что он тратит деньги. Вот этого сейчас видеть практически невозможно. Этого нигде нет. Многие компании вообще отчет не предоставляют о своей деятельности или предоставляют в таком формальном виде, где мы видим только общую сумму. И непонятно, что из чего она сложилась, за что было заплачено, за какой объем и за какие услуги. Так, например, в нашем городе были такие случаи, когда управляющие компании расходную статью делали как содержание газонов. 12 месяцев в году. Ну, конечно, можно пофантазировать, там подогрев газона может быть был, конечно же. 12 месяцев они его делали, стригли, обслуживали. Но самое интересное, что газона-то вообще никакого не было. Понимаете? И тут вот рынок компании сейчас, как мы говорили уже, он мне вообще напоминает наш китайский рынок. Их очень много, они все легально работают там. Но стоимость услуг и товара очень низкая, соответственно, такое же и качество. Поэтому здесь потребителю, конечно же, надо подходить и смотреть не на стоимость низкую. Мы же понимаем, что дом 70-го года и 2017-го, есть же разница. Из-за муниципальных тарифов не каждый сможет обслуживать 70-го года дом. Это сможет позволить себе только или крупная компания, которая будет туда вкладываться. Но законодательство сейчас так повернуто, что компании многие, они как временщики. То есть они приходят с маленьким фондом, с маленьким установленным капиталом, просто взять деньги и уйти, обанкротиться. То есть это уже первый признак. Если компания копит деньги, то что-то здесь не так. Какой у нее путь вперед может быть? У нее путь может быть только на банкротство. Навряд ли она когда-то расплатится с долгами. А какой интерес, допустим, процветающей вроде бы управляющей компании связываться с проблемным фондом? Да, вот здесь, конечно, проблема. Тут или альтруисты, можно сказать, или социально ответственные управляющие компании. Поэтому здесь стоит проблема, я вижу, не только двора, дома, это проблема города, может быть, республики. То есть нужно формировать такую политику, чтобы были на рынке именно честные игроки. Нужно отсеивать котлеты от мух отдельно. И когда честные игроки войдут на рынок, и можно им будет доверить этот фонд, который они будут тянуть за собой. Но если управляющая компания берется за старый фонд, это автоматом означает, что она жулики или что? Ну не всегда. Не всегда. Дело в том, что некоторые компании, как бы изначально, имея большую историю, они этот фонд не могут в одночасье. Во-первых, законодательно не позволяет бросить и уйти, да, потому что вот мы расхотели обслуживать. Во-вторых, все-таки социальная ответственность, если управляющая компания в бизнесе давно, и она хотела бы поддержать свой имидж, поэтому, конечно, приходится, и люди приходят в такие управляющие компании с просьбой взять на управление. Тут проблема в чем? Если бы муниципалитет дифференцировал нашу плату в зависимости от года постройки, было бы намного эффективнее работать на этих домах. Но однозначно там цена вопроса должна быть больше, потому что все-таки все изношено, и вкладывать, конечно, надо больше. Но, к сожалению, наши собственники тоже имеют такую особенность. Они не очень понимают и не очень вдумываются в эту проблему. Им неинтересно платить больше. Может быть, стоило со стороны муниципалитета какие-то субсидии давать тем компаниям, которые берут вот такое жилье на обслуживание. Все-таки оно тоже заслуживает хорошего и качественного отношения со стороны управляющих организаций. Им, наверное, надо... Есть же у нас субсидирование ресурса, но почему не может быть субсидии в части жилищных отношений? Ну, это как вариант, да? Либо вот воспитывать собственников таким образом, чтобы они понимали, что дешево не бывает качественно. Представителям вот снабжающих организаций, ресурсов снабжающих организаций. Сегодня ближе к вечеру вот всплыл антирейтинг якутской энергии. А хорошо, к этому мы вернемся чуть попозже, да? А есть ли, давайте, все-таки, какова она, пятерка управляющей компанией города Якутска, которая заслуживает доверия? Вот к этой части. Потом к вам вернемся, хорошо? Хорошо. Пятерка управляющей компании, которая заслуживает доверия. Есть рейтинг, он размещен на сайте МинЖКХ, и ежегодно на основе данных, которые управление Гостро и Жилонадзора передает, этот рейтинг формируется. Ну, насколько я помню, в лидерах это неренгринские компании, топ, значит, ну, по республике, по городу, это управляющие компании, Солидарность, по-моему, впереди, да, Губинский, Прометей и какие-то две вот небольшие... Хорошо, вы назвали три. И вообще к рейтингу и прочим остальным градациям мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК. Самый интересный момент, как всегда, реклама. А, вернемся. И мы продолжаем, продолжаем нашу дискуссию о том, как правильно выбрать управляющую компанию, будь это новостройка или жилой фонд в возрасте, скажем так. Так, и мы передаем слово ресурсоснабжающим организациям. И прежде всего хотелось бы выяснить один такой момент, да. Вот мы говорим о том, что есть механизмы, допустим, ограничения вот недобросовестных управляющих компаний в плане поставки энергоресурсов, да. Но страдает, опять же, конечным пользователем. Но якутская энергия в этом отношении, скажем, проводит довольно жесткую политику. Это, я так понимаю, с людьми, которые перешли на прямые договоры, да. То есть про парней с пассатижами мы наслышаны. Про мальчиков и девочек с задвижками мы пока с газовыми ключами, мы пока не слышали. Пока не слышали. Но поочередно то водоканал, то газовики, они регулярно грозятся, скажем так, вот этими вот мерами, да. Хорошо, давайте вот, что означают прямые договора, да, и договор, скажем так, с управляющей компанией. Ну, вообще, как бы, стоит отметить, да, то, что про парней с пассатижами, да, это, опять же, одна из действенных мер воздействия на должника. То есть она предусмотрена законодательством, введение режима ограничения при условии неоплаты обязательств перед поставщиком по поставке ресурсов, в том числе электрической энергии, ведет за собой вот такую процедуру введения режима ограничения. В отношении управляющих компаний? В отношении потребителя, который имеет заключенный договор с Якутской Энерго напрямую, если мы говорим про квартиры, либо частные дома, да. Есть жилой фонд, который находится под управляющими компаниями. Здесь, конечно, Якутская Энерго не может вводить режимы ограничения в целом на строение, если тем самым он ухудшит положение кого-то из граждан, кто проживает и оплачивает свои услуги регулярно. Вот хочется отметить о том, что, например, по состоянию на 1 февраля 2018 года, да, задолженность, вот в соответствии с нашим тоже антирейтингом, который у нас есть на нашем сайте компании, составляет порядка 729 миллионов рублей. То есть из них, конечно, львиную долю занимает задолженность за тепловую энергию, это порядка 500 миллионов, и оставшиеся это у нас порядка 200 миллионов, это электрическая энергия и горячее водоснабжение. Давайте примем телефонный звонок и вернемся сразу, опять же. Говорите в эфире. Добрый вечер. Можно ли проверить управляющую компанию на предмет целевого использования денежных средств ЖВСОВ? Вот у нас сомнения, как бы, да, в нашем доме вот директор управляющей компании «Сфера Комфорта» является пастором церкви, и мы вот как бы боимся, что наши деньги уходят на содержание церкви и его прихода. Это жилец дом по улице Кузьмина, 21. И второй вопрос. У меня дочь проживает по улице Дзержинского, 70-3, там, значит, и является управляющая компания «ЖВХ промышленная», которая вообще никак не реагирует на вызовы, на обращения. Как вот можно воздействовать? Жилнадзор. По второму вопросу коротко отвечу, что если управляющая компания без действий не реагирует на ваши заявки и обращения, вы, конечно, обращаетесь в управление Государственного надзора, АМОСОВА-8. Либо направляете электронное обращение, но только зарегистрировано через ЕСИА, да, то есть прошедшую через авторизацию. Вот. Мы отреагируем, проверку проведем, при выявлении нарушений предписания и административное воздействие. Есть же модуль обращения еще на портале, правительственном портале? Народный контроль, да, в течение 10 дней. Но тут надо иметь в виду, что все-таки мы проводим проверки, да, юридические лица ИП у нас защищены 294-м федеральным законом, то есть у нас сначала предварительная проверка, да, потом уже, если действительно факты подтверждаются, тогда мы проверку проводим. Я вот человек, который задал вопрос, хотел посоветовать одну. Ни в коем случае не заниматься самодеятельностью, не начинать самим какие-то оперативно-розыскные мероприятия, они просто чреваты, это запрещено. В части первого вопроса о том, что как проверить целевое и нецелевое, да, использование собранных средств, во-первых, вы должны, то есть управляющая компания обязана в течение первого квартала провести, ну, общее собрание и подвести итоги за предыдущий период. Вот это обязанность. Если оно не выполняет, так же это получается, нарушает законодательство. Можете так же обратиться к нам. Более того, значит, требования с 1 января этого года вступили в силу обязанность и ответственность за размещение, не размещение в ГИС информации о своей деятельности. Если управляющая компания не размещает информацию, а это очень большое сведение, которое должна управляющая, обо всем должна разместить. Да, если не делать, то, конечно, опять же, обращаться к нам, и есть административные штрафы за неуполнение этих условий. Возвращаемся к Якутской энергии. Вот звонили перед эфиром буквально герои вашего антирейтинга, да, и задают, ну, вполне резонный вопрос, почему в этом рейтинге есть, допустим, мы, я не буду называть фамилию, да, но нет, допустим, того же Арсенала, Арсенал Плюс и так далее. Объяснение. Ну, в антирейтинге участвуют те управляющие компании, исполнители коммунальных услуг, у которых есть договорные отношения, то есть заключенные договоры на поставку ресурса, в рамках которого договора должен исполнитель коммунальных услуг исполнять свои обязательства. То есть кто-то исполняет должным образом, не имея задолженности, да, либо имея задолженность, там, ну, не более двух-трех периодов, там, бывает это от сезонности, опять же, в зимнее время бывает такое, то, что накапливаются долги в летние периоды, они более меньшим образом копятся потом, ну, за счет, опять же, той же самой тепловой энергии. А что с Арсеналом? Ну, с Арсеналом вышла история такая, то, что, ввиду отсутствия договорных отношений с Якутской Энерго, компания приняла решение по принятию потребителей, то есть конечных потребителей, на прямые договоры. То есть мы начали заключать договора непосредственно с каждым потребителем и поставлять ресурс каждому отдельно, то есть начислять в счет квитанциях. Пошли навстречу? Да, пошли навстречу. Но, опять же, проблема, которая осталась, это работа с внутридомовыми инженерными сетями, то есть у нас есть определенные зоны ответственности, то есть по стене дома мы поставку ресурса до туда ведем, а уже внутренние домовые инженерные сети все равно обслуживает та организация, которая взимает плату за, опять же, вот, как сказали, за обслуживание внутренних сетей и так далее, на которые установлен тариф. Вернемся к пассатижам и газовым ключам. У вас есть иные механизмы, ну, судебные там и так далее, и так далее. По истории вот этих судебных обращений, давайте, товарищи поставщики. У нас, значит, в отличие от коллег, если цифрам сказать, да, по энергетике, у нас, конечно, цифры скромные, тем не менее, из 124 управляющих компаний, и ТСЖ, с которыми у нас имеются договорные отношения по поставке газа, у нас, значит, задолженность составляет 37 миллионов. Цифра, конечно, очень мизерная по сравнению с коллегами, но тем не менее. Мы, конечно, в основном используем, будем говорить, не ключи газовые, хотя мы тоже этот метод широко сейчас будем, наверное, внедрять в каждую квартиру, каждому потребителю, да. Мы больше используем способ правовой, будем говорить, судебный. Мы очень системно проводим процедурную работу, ну, как бы, по этапам уведомительную вначале, с определенными сроками оплаты, потом мы проводим претензионную работу, и после этого уже начинается у нас судебная работа. Кто у нас, у вас, у газовиков, рекордсмен по судебным вот этим тяжбам? Ну, у нас управляющая компания, это жилищный стандарт, конечно, самая такая проблемная компания. Это известный микрорайон Борисовка один, где 60 корпусов сегодня отапливаются. Вот, и, кстати сказать, один из корпусов сейчас уже ведет работу, выхода из этой управляющей компании. Они обратились к нам с заявлением, мы заявление их приняли, и они находятся на процедуре оформления протокола своего. Вот, если это все в рамках нормативного правового поля, поэтому, если все эта процедура будет соблюдена в соответствии, мы с ними заключим отдельный договор, и они перейдут с нами на прямой договор вот восьми квартир, которые в этом корпусе проживают. Выйдут с этой компании. Я думаю, такому, вот, чем говорить, такому примеру последуют и следующие корпуса, они же все живут в одном микрорайоне, они проблемы действительно испытывают того, что добросовестные плательщики, они оплачивают управляющей компанией, а управляющая компания не всегда рассчитывается с ресурсоснабжающей организацией в полной мере всей суммы. Хотя я не скажу, что она совсем не рассчитывается. Компания рассчитывается, ведет работу. С нами на очень постоянном контроле. Мы постоянно с ними работаем. Они к нам обращаются, мы с ними работаем. Не скажу, что они уклоняются. Нет. Есть старые долги, и вот в новом формате, они сейчас приняли несколько новых домов, и по программе переселения жилей и так далее. Здесь работа намного лучше у этой компании, нежели микрорайон Борисовка. Мы в основном проводим такую работу процедурную, судебную. Практически со всеми управляющими компаниями, с которыми у нас имеется задолженность, у нас у всех имеется судебное решение. Но эти судебные решения, ведь надо полученные исполнительные листы же ввести в действие. Есть способ, мы используем практически только два направления. Мы берем исполнительные листы сами, не предъявляем службу судебных приставов, мы предъявляем их на расчетный счет. Но мы знаем только один расчетный счет, который указывается в нашем договоре. А что делает управляющая компания? Получив исполнительный лист на расчетный счет, видя через некоторое, что с них поступившие деньги все списываются по исполнительному листу, они тут же прекращают работать по этому расчетному счету, открывают в других банках, и, соответственно, наши листы остаются неисполненными. Найти другие банки, сегодня мы такой информацией не обладаем. Это может быть только служба судебных приставов, которая имеет на это все правовые основания. Приходится, значит, извлекать эти исполнительные листы из банков и предъявлять службу. Там процедура длительная, значительно дольше. Поэтому мы идем на договорные отношения. Мы работаем по рассрочке, идем на переговоры, работаем по рассрочке. И вот особенно в последние 2-3 года компании, управляющие, в принципе, на этот механизм идут, уже платежи более-менее, по крайней мере, они сдвинулись. И те большие долги, которые были, длительные долги, которые были в предыдущие годы, вот в последние годы как-то вот они повернулись лицом к ресурсоснабжающей и начали, в принципе, оплачивать. Ну, к примеру, скажу, такая компания, как индивидуальный предприниматель, который управляет, он закрыл свою предыдущую, там была достаточно приличная сумма долгов. Создав новую ООО, управляющую компанию, он принял свои долги, когда он был предпринимателем, и погасился полностью. А таких уборотней много, да? То есть сейчас у нас получается такая же ситуация и со штрафами? То есть вот жительница звонила, сделается проверка будет, будет выставлен счет, штраф, и все зависнет. То есть такие компании, получается, могут копить-копить эти штрафы и играть дальше на рынке? Я получил, да, да, Эдуард. Да, я что хотел сказать. У нас аналогичная ситуация, конечно, по работе с должниками, как вот у коллег, естественно, да, по смежным отраслям. Но у нас очень серьезная есть проблема. Проблема в том, что вода, с точки зрения закона, у нас считается жизненно важным ресурсом. И мы ни в коем случае не вправе ее ограничить или тем более отключить для граждан. А что, электричество можно, что ли? Электричество можно, да. Это не жизненно важный ресурс. Тепловая энергия, холодное водоснабжение, это нельзя. Поэтому у нас ситуация настолько затруднительна с этой точки зрения, потому что мы не можем использовать этот механизм, допустим, перекрыть ресурс. Это нереально. Только в случае аварии. Все, ну, четко регламентированное. Поэтому занимаемся, естественно, и судебными тяжбами. И аналогичная ситуация, как вот коллега из Завяков сказали, да. У нас на сегодняшний день долг управляющих компаний перед нами 340 миллионов. 340 миллионов. То есть это для нас очень серьезная сумма. 340 у вас? 37. 37, да? У вас? 730. Миллиард с лишним. Миллиард с лишним, это поставщикам ресурсов задолжали управляющие компании. И заметьте, антирейтинг, как вы его называете, он ведь у нас вот в Секутской Энерго, допустим, одинаковый по управляющим компаниям. Те же фигуранты, да? Те же фигуранты. Поэтому в самом начале передачи, когда мы говорили про рейтинг компаний, я и делал упор на то, что вот когда начинают копить долг перед ресурсоснабжающими организациями управляющие компании, это уже очень тревожный маячок. На него надо обращать внимание сразу же. Скажем, у поставщиков сколько компаний в таком вот черном списке? Из тех 84, которые действуют в Якутске, да, сколько ваших списков? 104. Ну, например, у нас из 98 управляющих компаний, которые у нас должниками являются, да, ну, самый-самый злостный это у нас где-то порядка 10. Порядка 10? Да, самый злостный. Вот эти списки можно найти у вас на сайте? То же самое. То же самое. Где-то так же. Где-то так же. То есть в городе Якутске, скажем так, оперирует деньгами жильцов многоквартирных домов, можно сказать, примерно 10 недобросовестных, 10-12 недобросовестных компаний, которые, вход в зону которых можно считать определенным риском для населения нашей столицы, да? И есть еще риск возникновения новых, скажем так, компаний Однонево, которые первичной своей целью ставят, вот, как вы говорите, там, маслица на хлеб намазать, да, а не рассчитаться там с поставщиками, не тем более учесть интересы, получается, вот тех самых жильцов, которые им доверились. В завершение, давайте вот подытаживающее такое еще раз совет. Вот, люди, будьте бдительны в чем? Давайте вот каждый по одному и очень коротко. Так. Какие моменты могут вызвать подозрения? Ну, первое, конечно, это задолженность, да, это наличие круглосуточной диспетчерской базы материальной, это большое количество домов, ну, во всяком случае, больше 20, ну, должно как-то вызвать доверие у людей. Сейчас хорошая платформа ГИС ЖКХ, где обязанность есть у управляющих компаний выкладывать все показатели своей финансовой деятельности, выкладывать отчеты о том, что они выполняют. Хорошо было бы, чтобы собственники зарегистрировались на этом сайте через портал госуслуг. В личном кабинете там можно и оплатить, есть там, должны быть квитанции выложены добросовестными управляющими компаниями, к сожалению, не все это делают, но обязанность такая уже есть. Уже с 1 января есть и ответственность за то, что информация либо не в полном объеме, либо вообще не выкладывается. То есть, в принципе, у собственника есть достаточно рычагов, где можно посмотреть вот сайт МинЖКХ, где есть рейтинг ежегодный, да, там много показателей. На сайте управления госстройжилонадзора и в системе ГИС ЖКХ также выкладывается информация, сколько штрафов у управляющих компаний, сколько жалоб было, в принципе, через этот портал и жалобы можно подать в управление госстройжилонадзора. Ну, если человек умеет пользоваться компьютером, ну и ориентируется более-менее в законодательстве, то ему будет несложно эту информацию всю собрать. Сайты у всех открыты. Я вот сегодня специально проверяла ресурсоснабжающие организации, все выкладывают свой антирейтинг и положительный рейтинг. То есть, это все время информация есть. Она в открытом доступе, управление госстройжилонадзора тоже эту информацию всю, перечень домов, лицензионные требования законодательства. Там все-все есть. Сайт хороший, удобный, все можно посмотреть. Любовь Иннокентьевна за всех, да? Любовь Иннокентьевна все правильно сказала, но здесь же речь идет о том, на что вот прямо жильцу обратить внимание. Договор, в первую очередь. Мы как ресурсники, я думаю, выражу мнение всех коллег, если управляющая компания настаивает на платежи с ресурсоснабжающими организациями через нее, это уже плохой знак, я считаю. Можете мне выпить копеек вставить? Да, буквально 10 секунд. Как представители жителей, как инженер в первую очередь, и житель, я бы обратил на техническое состояние дома. Зашел в дом, и там все сразу станет понятно и видно. Потому что основная статья расходов это содержание дома. Это санитарно-гигиеническое и техническое состояние. Если под домом видно в каком состоянии сваи, коридоры и все остальное, то тут сразу понятно, что управляющий компания ничего не делает. И хотелось бы в завершении буквально свои 5 секунд. Дорогие жильцы многоквартирных домов, будьте предельно бдительны при выборе управляющей компании. Ваши деньги могут быть направлены не туда, куда нужно. В первую очередь, это, конечно же, рассчитаться с поставщиками услуг, которые все сегодня представлены. Спасибо представителям госжилонадзора и ассоциации за участие в нашей сегодняшней программе. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин